В зале историко-культурного центра собрались люди, чья профессия требует высокого профессионализма и полной самоотдачи. Ведь часто доброта, отзывчивость и внимание медицинских работников уже лечат и помогают. И всякий раз, когда появляется доктор на пороге, больно понимает, что он уже практически сдался. И вот за то, что вы умеете вселять веру в нас, за то, что в любом состоянии вы нас поддерживаете. Спасибо вам за это, дорогие люди в белых халатах. Поздравляя сотрудников медицинских учреждений Ленинского городского округа с профессиональным праздником, Депутат Московской областной думы Владимир Жук обратил внимание на то, что в регионе проводят большую работу для создания достойных условий труда и повышения качества медицинской помощи. Здравоохранение для Подмосковья – это один из ключевых приоритетов развития всего региона. Вы, наверное, знаете, что Подмосковье занимается стабильно, находится в топе лучших регионов по качеству жизни. А здоровье и медицинское обслуживание – уровень его. Это один из главных приоритетов. Поэтому фокусом внимания и выбранатора, и правительства, и Московской областной думы – все проблемы, связанные именно с этой отраслью. Владимир Касьянов 32 года отработал главным санитарным врачом, вырос в семье медиков и никем другим себя не представлял. Ведь на его взгляд это одна из самых важных профессий. Самая благородная, самая та профессия, которая, в общем-то, стоит на защите здоровья населения. И надо сказать, что последние годы они показали ценность этой профессии, когда мы, в общем-то, столкнулись с вопросами вот этих коронавирусов, и когда уже наш народ понял, да, народ и все из земли понял о том, что самое ценное – это у человека здоровье. Евгения Петровская – врач-трансфузиолог. Это специалист по переливанию крови. Стать врачом решила еще в раннем детстве и признается, что ни разу не пожалела о своем выборе. То, что нынешний праздник, он проходит после ковида, очень многое внутри перевернулось, вообще переоценка произошла. Насколько профессия наша важна и необходима. Людям даже во время ковида не хватало просто человеческого общения. Нам приходилось, помимо того, что мы их лечили, приходилось с ними еще разговаривать, работать с психологами. На торжественном мероприятии 44 сотрудника медицинских учреждений муниципалитета получили благодарственные письма и почетные грамоты. Я вам желаю здоровья, здоровья вам, вашим семьям, вашим пациентам, чтобы как можно меньше мы обращались к вам. Но если уж так получается, что обращаемся к вам, чтобы у вас были все условия созданы для того, чтобы качественно оказать медицинскую помощь. Еще раз в днем медицинского работника.